Слушайте доктора. 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 Домой, собственно, эти детки заражают ближайших членов своей семьи и так далее по цепочке. Конечно, не все люди у нас, заболевая, допустим, острым вирусным заболеванием, да, в том числе и гриппом, сразу же уходят и на больничные листы, и вот таким образом инфекция… Слушайте, они время все меньше и меньше, на самом деле стараются уходить. Да, ну, есть, конечно, социальные факторы, мы про них тоже прекрасно понимаем, знаем, что не всегда, наверное, человек может уходить с работы, но, в принципе, это, наверное, делать нужно для того, хотя бы, чтобы защитить своих коллег от распространения данной инфекции. В том числе, конечно, это касается детских коллективов. То есть, если ваш ребенок заболел, ну, не нужно еще более распространять данную инфекцию и все-таки найти какие-то способы оставить ребенка дома. А вот распространенное мнение, что лучше дома три дня пересидеть, потом снова пойти в школу без обращения к врачу и дать какое-нибудь лекарство, на котором написано ОРВИ и грипп. Дело все в том, что если мы сталкиваемся с банальными вирусными инфекциями, ну, такие, как риновирус, например, да, которое, кроме как истечением слизи из носа, ничем больше не проявляется, насморк банальный, да, в народе его так и называют. Ну, собственно говоря, наверное, да, применение противовоспалительных средств, антиаллергических средств, просто иммуноукрепляющих средств, ну и банальное местное лечение, оно может быть в какой-то степени даст тот, скажем, ответ, на который мы рассчитываем. Но если это вирус гриппа, то есть с тяжелой интоксикацией, с высокой температурой, в этой ситуации, чем раньше будут назначены адекватные противовирусные средства, чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем меньше будет последствий для его организма. То есть меньше будет количество осложнений, ну, естественно, это не будет катастрофическим летальным исходом, потому что над этой проблемой работало очень много научных сотрудников, ну, у нас есть такой институт гриппа в Санкт-Петербурге, то есть те, которые изучают вот эти мутации вируса гриппа и которые ищут всё время от них спасение и, соответственно, изучают вот эту вот эпидемиологию заболевания. То есть нужно всё-таки понимать, что чем раньше назначены противовирусные средства, не симптоматическая терапия, не жаропонижающая, а именно противовирусные средства, тем меньше будет частота последствий осложнений. А мы уже сказали, что самое часто встречающееся и опасное осложнение – это тотальное пневмонии. Безусловно, то есть, понимаете, в своё время, когда вот вирус свиного гриппа только зашёл на территорию Российской Федерации и мы начали его изучать, мы же очень большой процент смертности тогда имели на тот момент, то есть человеческих жизней было унесено просто вот катастрофично много. То есть нужно было срочно понять, как вообще в этой ситуации быть, какие средства применять, как бороться. И вот как раз сформировав эти группы риска, то есть применить к ним, ну, на сегодняшний день самое надёжное средство – это вакцинация. Да, о вакцинации мы обязательно сегодня поговорим, а причём мы должны отметить с вами и плюсы, и минусы вакцинации, потому что всегда возникает в голове момент выбора, особенно когда это касается не тебя лично, а твоих детей. И про вакцинацию поговорим. Если ещё у меня есть просто несколько вопросов ещё по гриппу, я с этого начала, что где-то январь-февраль месяц бывает обычная эпидемия гриппа. При том, что мы с вами до эфира разговаривали, что действительно именно эпидемия гриппа. Да, эпидемия. И каждый год. Почему? Я, наверное, уже ответила на этот вопрос, потому что инфекция очень контагиозна, то есть она вот, ну, буквально малая её концентрация, достаточно для того, чтобы попала она в организм человека и начала очень быстро развиваться. Потому что происходят новогодние праздники. Опять же, в предпраздничный и праздничный период люди часто общаются, ходят в магазины, на встречи, на корпоративы, на гуляния. Опять же, перепады нашей погоды тоже влияют на распространение инфекции. То есть если вот стоит достаточно морозная погода, то у нас эпидемия немножко отсрочена во времени. Если у нас вот такие оттепели идут, то вирус в этих условиях очень быстро начинает развиваться. Я помню, что когда-то господин Онищенко говорил, что надо отменить все праздники новогодние, и грипп-удос не будет. Ну, наверное... Но он просто намекал на то, как он распространяется. Наверное, да, потому что здесь действительно в борьбе, как говорится, с этой инфекцией все средства хороши, да, и ежегодно, когда у нас всё-таки объявляется официальная эпидемия, объявляется она тогда, когда эпид-порог резко превышает, и в анализах, которые мы забираем от людей, начинает выделяться вирус грипп. Неважно, какой, сезонный грипп, свиной грипп, ну, их достаточно много, на самом деле, и вирус А, и Б, и подтипов очень много. Ну, вот сейчас та вакцина, которая есть, она объединяет в себе сразу антигены нескольких вирусов, в том числе и свиной. Вот что касается того, что люди общаются, очень активно в новогодние праздники, и после Нового года у нас тоже очень много праздников, и это способствует ускорению распространения заболевания, с детьми тоже всё понятно, школы и садики. А что нельзя подготовиться к этому? Помнится, мамы очень раньше, по крайней мере, отпускали детей своих в садик или в школу, помазав под носом оксалиновой мазью. Есть какие-то такие барьеры, которые действительно эффективны? На сегодняшний день ни одного эффективного барьера не создано, кроме проведения, опять же, вакцинации, то есть когда у человека формируется стойкий иммунитет конкретно против этой инфекции. Все средства, которые, допустим, применяет наше население, то есть та же оксалиновая мазь, различные варианты интерферонов. Чеснок вообще не подтвердил своей доказательной эффективности. Тут разочарование сейчас. То есть по нему, да, было очень много исследований, но вот нет, не защищает, к сожалению, он от вируса гриппа. Ношение масок, да, на какой-то, так скажем, период времени маска может защитить от инфекции, но она должна быть, во-первых, поменена каждые два часа. Так. А иначе бесполезно? А иначе это просто бесполезно. То есть через два часа, намокая от выдыхаемого и вдыхаемого воздуха, она просто перестаёт служить тем барьером, который, собственно говоря, ну и призван в качестве её основной функции. Поэтому, безусловно... А закаливание, спорт, физкультура, активный образ жизни. Это всё совершенно чудесно, но, к сожалению, у нас бы тогда все спортсмены не болели. А они болеют? А они болеют. И самое обидное, что они иногда умирают, потому что, опять же, поздно обращаются за медицинской помощью. Именно в силу того, что они думают, что крепкий организм справится. Именно в силу того, что крепкий организм мы справимся, мы полечимся травками, лимончиком, клюковкой, ещё чем-то. Я не имею в виду, что эти средства, они плохие, они, допустим, не могут быть использованы. Но всё-таки есть абсолютно чёткие алгоритмы, и они должны быть понятны нашему населению. То есть при первых симптомах интоксикации, высокой температуры, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. В данном случае что нужно делать, например, тоже человеку, который чувствует эту высокую температуру, ломоту, ждать следующего дня, когда будет приём врача у поликлиники, или вызывать скорую помощь? Скорую помощь вызывать в данный отрезок времени и не нужно. У нас в каждой поликлинике есть отделение неотложной помощи, которое принимает вызовы от населения с 7 часов утра до 18 часов вечера. То есть вот после 18 часов вечера, хотя вызовы обслуживаются до 20, в среднем часов вот после этого в ночное время, если вы действительно самостоятельно не можете справиться с температурной реакцией. То есть в первую очередь нужно температурную реакцию всё-таки контролировать? Контролировать её, безусловно, необходимо, потому что выше 39 градусов для организма могут быть достаточно серьёзные последствия. Особенно это касается детей. Поэтому здесь, конечно, антиперитики, они, безусловно, используются. И сейчас различных препаратов... Жаропонижающих. Жаропонижающих средств их достаточно много. Единственное, нужно понимать, что если вы только что дали ребёнку, например, дозу жаропонижающего средства, не нужно ждать, что вот через 5-10 минут эта температура упадёт. То есть у каждого препарата, и в аннотации это указано, есть определённый максимальный фармацевтический эффект, фармакоэффект. То есть когда максимальная концентрация препарата накапливается в плазме, и, соответственно, этот препарат начинает работать. То есть, соответственно, если мы говорим о норофене, то это в среднем 2 часа. То есть начинает он работать, допустим, через 30 минут, но максимальная его эффективность держится, наступает через 2 часа. Хотя эффект от препарата длится иногда от 6 до 8 часов. То есть он достаточно длительно работает по времени. У парацетамола наоборот. То есть он начинает работать несколько раньше, но эффект у него продолжается коротко. То есть в течение 2-4 часов у вас возможна очередная свечка повышения температуры. Да, если вы за сутки дали уже всю возможную суточную дозу ребёнку, то и вы не справляетесь с данным состоянием, при этом применяя противовирусные средства. То есть я не говорю о том, что нужно только жаропонижающими средствами пользоваться. Противовирусные препараты – это основной метод лечения. И всё-таки, Мария Владимировна, вы скажите, пожалуйста, вот всё это лечение нужно самостоятельно с первых признаков проводить? Конечно нет, ведь человеку, который не образован в данной сфере, совершенно непонятны наши фармацевтические названия. Что выбрать, как выбрать? Кроме того, у ребёнка развиваются симптомы все очень быстро, и та же пневмония может начаться уже в течение 4-6 часов. Поэтому вызов врача, он обязателен при температуре за 39, при температуре за 38. За 38, да. То есть он в любом случае обязателен, даже если у него небольшая, невысокая температура. Ну, ещё раз говорю, у нас есть отделение неотложной помощи, это боксированное отделение, куда можно с ребёнком подойти, вас посмотрит доктор, назначит терапию. То есть если состояние ребёнка позволяет, а если он, конечно, выдаёт такие свечки температуры, понятно, что это вызов врача на дом. Так, вот сейчас я, значит, резюмирую тоже для всех родителей. Во-первых, если это день, с 7 до 6 часов вечера, можно звонить и нужно звонить в поликлинику, и либо врач приходит к вам на дом, либо вы едете в поликлинику, где с другой стороны заходите, нигде все сразу, именно с стороны боксов, да, и там производится приём, выписываются лекарства, и дальше вы занимаетесь, согласно предписаниям врача, своим ребёнком. Если состояние не стабилизируется, ухудшается, если температура за 38, ничего не происходит, или если это ночное время, вызываем скорую помощь. Вызываем скорую помощь. Всё то же самое взрослых касается, на самом деле. Безусловно. Всё то же самое касается взрослых, абсолютно. Хорошо. Теперь мы должны поговорить с вами о вакцинации, потому что как раз вот у нас есть два месяца до взлёта, там, до эпидемии, и вопрос сразу у меня такой к вам. Не поздно ли вакцинироваться, во-первых, сейчас? На самом деле вакцинироваться, так скажем, чем раньше, тем лучше. Однако достаточно стойкий иммунитет формируется в первые две недели от введения вакцины. То есть через две недели вакцина максимально начинает действовать. В организме человека максимально развиваются те иммуноглобулины полезные, которые будут защищать вас от этой инфекции на протяжении всего сезона. Сейчас ещё можно? Сейчас ещё можно и даже нужно, потому что, в принципе, наверное, вот ещё в старые времена говорили, всё-таки заболевание лучше профилактировать, чем его лечить. То есть основная сейчас вот эта иммунная профилактика является, ну так скажем, самым эффективным средством борьбы с гриппозной инфекцией. Ну и как следствие вы защитите себя, своего ребёнка от развития таких тяжёлых осложнений, как воспаление лёгких. Если я приняла решение сейчас, например, вакцинироваться, я взрослый человек, как я могу это сделать? Вы можете обратиться с 7 утра до 8 вечера во все поликлиники города Кирова, потому что, ещё раз говорю, кабинеты и до врачебного приёма, и кабинеты профилактики сейчас с учётом проведения вакцинальной кампании работают в две смены. То есть есть специально... Что значит во все? Я в любую могу или в свою всё-таки? Безусловно, в свою по месту вашего проживания, по месту прикрепления. Но с учётом того, что сейчас так же, как и детский центр, есть объединённый взрослый центр, у них тоже, допустим, ну есть объединение 9 поликлиник, то есть если вы обратитесь в одну из поликлиник того же клинико-диагностического центра, то, соответственно, вам никто, так скажем, в вакцинации не откажет. Я напоминаю, у нас в гостях Мария Савинова, главный врач детского клинического консультативного диагностического центра города Кирова. Где он, кстати, находится? Красноармейская, 43. Красноармейская, 43. И мы говорим о том, как защититься от гриппа, который надвигается каждый год на нашу страну и на каждого из нас. И сейчас мы уже рассматриваем вопрос вакцинации. Итак, сейчас идёт кампания по вакцинации. В две смены работают и кабинеты по вакцинации в каждой поликлинике. Вы можете обратиться в поликлинику по своему месту жительства, к которой вы прикреплены для того, чтобы вакцинироваться. Это взрослые, дети. Прошла ли уже кампания по вакцинации в школах? Да, безусловно, мы начали вакцинацию буквально с сентября месяца, как начался учебный год. Единственное, конечно, что мы, особенно в самом начале, получили очень много отказов от родителей именно против данной вакцинации. Больше, чем обычно? Нет, не больше, чем обычно. В этом году даже мы несколько больше вакцинировали детей, чем в прошлом году. Но просто нужно понимать, что подписывая согласие либо отказ от данной вакцины, прежде всего я понимаю, что, наверное, недостаточно дано информации о том, что вакцина, которой прививаются дети, она инактивированная. Что это значит? Она убитая. То есть она не содержит живых ослабленных вирусов. То есть она содержит только антигены с оболочки данного вируса. Она несколько медленнее формирует иммунитет. Ну, как я уже сказала, в течение двух недель иммунитет этот формируется. Она не даёт, соответственно, тех аллергических и побочных реакций, которые характерны для живых вакцин. То есть если в старое время мы прививались живой вакциной грипполом, то есть и фактически всё народонаселение у нас переносило этот грипп, но в более лёгких формах, то сейчас при введении вакцины этих симптомов не возникает. То есть заболеть невозможно. Заболеть невозможно. То есть в любом случае единственным побочным эффектом от введения данной вакцины бывает небольшая болезненность в течение дня после проведения вакцинации в месте инъекции. И это также точно бесследно исчезает, то есть крайне редко зарегистрированы небольшие температурные реакции на введение вакцины, но никаких симптомов катарального воспаления или там кашля, или насморка, или высокой температуры на введение данной вакцины не возникает. Ещё раз повторюсь, это инактивированная убитая вакцина. Она даёт практически стопроцентную гарантию от свиного гриппа, потому что он тоже туда включён, в эту вакцину. С этого года или давно уже включён? Конечно, давно включён. То есть после 2009 года, когда у нас вот катастрофа случилась, соответственно, каждый год вот в Гриппол плюс включен антиген свиного гриппа. Соответственно, делая вакцину, то есть мы защищаем ребёнка сразу от нескольких типов вируса, то есть от сезонного гриппа, который тоже осложняется иногда течением пневмонии и тоже достаточно тяжёлой, но не такой катастрофической, как нежели развивается пневмония при свином гриппе. Ещё раз повторюсь, значит, вирус склонен к лёгочной ткани, вирус очень мелкий, проникают повсюду и даёт осложнений в большом проценте случаев. То есть, как правило, эти пациенты всегда идут через госпитализацию. Многие из этих пациентов проходят отделение реанимации и требуют дополнительной вспомогательной вентиляции лёгких, в том числе и дети. И поверьте, это очень тяжёлая инфекция, и не надо её путать с банальными ОРВИ. Почему-то вот у меня и у моих коллег складывается впечатление, что к гриппу относятся так же, как вот к обычным респираторным инфекциям. Это совсем не так. Эта инфекция очень коварная, она тяжёлая. И защитить своего ребёнка и свою семью можно только своевременной вакцинацией. Тем более, что сейчас как бы вакцины, вот эти новые вакцины, новые формы вакцин, они не дают тех побочных реакций и осложнений, которые мы наблюдали, ну так скажем, в стародавние времена. Знаете, Мария Владимировна, сейчас вас слушаю и делаю вывод, что я совершенно дремучая, кажется, в этом человек. Я, правда, до сих пор тоже думала, что мы переносим в лёгкой форме грипп. Может быть, просто мимо ушей всё это пролетало, что, конечно же, говорят каждый год. Но я думаю, что я не единственная такая и мама, и вообще просто человека, который имеет такое представление. Скажите, это основная причина, почему родители отказываются вакцинировать своих детей? Это от незнания или от чего ещё? Я думаю, что это от незнания. Потому что, в принципе, вот когда в прошлом году эпидемия пришла в первый город Санкт-Петербург, когда вот и телевидение, и радио заговорили о тех летальных исходах, о человеческих потерях, о жертвах от, вроде бы, казалось, просто гриппа, ну вот, наверное, с этим связано несколько увеличений в этом году пациентов, которые захотели привиться. Всё-таки я считаю, что мы на правильном пути, то есть объясняя и разъясняя нашим гражданам, нашему населению о тех опасностях, которые несёт за собой именно грипп. То есть ещё раз говорю, у детей вообще часто вирусные инфекции заканчиваются пневмониями. Ну, к сожалению, такое на самом деле бывает. Но если это будет грипп, грипп и свиной грипп в частности, последствия могут быть просто катастрофическими. Возвращаясь к незнанию того, что из себя представляют современные вакцины против гриппа, а Вы проводите или Вас приглашают в школу для того, чтобы в начале учебного года, например, родителям читать вот подобные там лекции? Нас никто никуда не приглашает. У нас есть дошкольно-школьное отделение педиатров, которые, собственно говоря, и занимаются этой компанией, то есть раздают ученикам те самые информированные согласия на проведение вакцинации, ну, которые, видимо... Я помню, это мы подписывали. Вот, то есть которые, ну, в общем-то, наверное, в этой ситуации, наверное, в следующем году мы разработаем, ну, некоторую памятку, может быть, про вакцину, чтобы она была приложена к этому информированному согласию. Прежде чем подписать отказ, родитель очень хорошо подумал о том, на какую опасность он обрекает своего ребёнка, не вакцинируя его против данной инфекции. У меня ещё один, конечно, как у сотрудника СМИ такой вопрос. Я себя... и как у родительницы. Я себя сразу представляю на собрании в школе в сентябре месяце. Если бы мне показали какой-то впечатляющий, простой и понятный ролик про вакцину современную, пятиминутный, а может быть и трёхминутный, мне кажется, это произвело бы эффект, даже больше, чем памятка. Есть какие-то подобные продукты, которые пускает, может быть, федеральное министерство? Ну, ролики, безусловно, существуют. И, в принципе, в тех поликлиниках, которые у нас имеют мониторы, мы эти ролики запускали. К сожалению, это есть не во всех поликлиниках. Ну и нужно ведь ещё понимать такой момент. В поликлинику приходит уже, к сожалению, больной ребёнок, за исключением детей первого года жизни, когда мы, ну, так скажем, наблюдаем. Кстати, если беременная женщина привита вакциной во время беременности, её ребёнок в течение 6 месяцев полностью защищён от данной инфекции. Беременных прививают? Беременных прививают той же вакциной, что и прививают детей. По данной вакцине Гриппол плюс были проведены все клинические испытания с доказательной базой. Данная вакцина не вызывает ни эмбриотоксического, ни тератогенного эффекта. То есть она абсолютно безопасна у беременных со второго триместра беременности. Вот у меня предложение вам. В следующем году на родительских собраниях в сентябре ваши ролики покатать. У всех практически классов сейчас есть интерактивные доски. Я думаю, что это будет обязательно сделано. Но ежели не, так скажем, ролики, то я думаю, что директора школы тоже пойдут нам навстречу в плане участия просто в родительском собрании и уже более в таком доступном формате. Единственное, конечно, что у нас, как правило, один только медицинский работник закреплён за школой. Да, то есть посетить все родительские собрания, наверное, не представляется возможным, безусловно. Но всё-таки я думаю, что мы с августа месяца начнём уже эту кампанию по детским садам, а с сентября месяца уже выйдем в школы, потому что, к сожалению, ситуация такова, что всё-таки у нас на сегодняшний день отказов больше, чем привитых детей. От незнания. От незнания это всё возникает, Мария Владимировна. Ну, безусловно, незнания. Отказов больше, чем привитых детей. Есть, конечно, ещё, наверное, всё-таки определённые убеждения, что ли. Есть убеждения, есть опасения. Вот всё-таки есть же какие-то противопоказания против вакцины. Противопоказаниям у данной вакцины есть только, наверное, два, которых можно объединить. Ну, во-первых, это аллергия к яичному белку, потому что вакцина произведена на основе куриного белка. А большой процент детей имеет аллергия? Нет, конечно, небольшой. Вообще процент небольшой детей и взрослых в том числе, которые имеют аллергию к яичному белку. И они обычно это знают, конечно. Да. И это любые инфекционные болезни в стадии разгара, то есть острые стадии. То есть, ну, если вы сейчас сию секунду перенесли, например, бактериальную пневмонию, то точно в течение месяца вам не следует прививаться какой-либо, ну, иной вакциной, в том числе вакциной против гриппа. То есть организму человека требуется время для того, чтобы восстановить свой, так скажем, иммунный статус. И уже после этого, ну, обычно это даже врачи-педиатры, например, это всегда пишут в своих заключениях, например, освобождён от физических нагрузок и освобождён от вакцинации. На какое время? Если это банально у РВИ, это в течение 7 дней. Если это, конечно, что-то тяжёлая, осложнённая форма, та же пневмония, собственно говоря, какой-то инфекционный или иной процесс, то есть инфекционный мононуклеоз, то здесь могут быть отсрочки от вакцинации. Мария Владимировна, а те дети, которые не привелись в сентябре, но у родителей нет предубеждения против вакцинации, в принципе, просто вот был, может быть, какой-то момент пропустили, не были в школе в это время, болели, может быть, сейчас, они куда могут обратиться? Мы приглашаем всех в детские поликлиники. В поликлиниках у нас достаточное количество вакцины есть. При, ну, так скажем, любом обращении данная вакцина будет выполнена, в том числе и в выходные. И общие вот такие у нас две минуты буквально остаются. Всё-таки действительно сформировалось в 90-х, наверное, годов вот это и формировалось, вот это предупреждение против вообще вакцинации, чего у нас не было в советское время, мы все были привиты. И очень многие пришли к тому, что вакцинировать не нужно, что организм должен сам справляться. И эта тенденция не спадает, да, Вы сказали? Да, к сожалению, она не спадает. Опять, собственно говоря, не совсем как бы понятно, то есть родители сейчас ссылаются на массу норм закона, что они имеют право на согласие, дать согласие, либо не дать согласие. Однако всё-таки, если мы будем исходить из чётких статистических данных, которыми владеет, в общем-то, вся Российская Федерация и Роспотребнадзор, управление Роспотребнадзора, что побочных реакций, так же, как и аллергических реакций на вакцину возникает в десятки раз меньше, чем осложнений от перенесённой инфекции. И это нужно абсолютно чётко себе в голову вложить, что, да, понимаете, заболеть ребёнок может и пять раз за сезон различными вариантами вируса, но если он заболеет гриппом, то последствия могут быть просто катастрофическими. Мария Савинова, главный врач Детского клинического консультативного диагностического центра города Кирова, была в гостях программы «Слушайте доктора». Мы говорили о том, как защититься от гриппа. Спасибо, приходите ещё. Спасибо. Макрофон убила Светлана Занько. Всем до свидания.